Привет! Сегодня мы в этом зале собрались для того, чтобы играть в футбол. Первые шаги к мастерству стартовал городской турнир по мини-футболу «Прорыв» среди воспитанников детских садов. Игры группового тура проходят в спортивном зале школы ИГАР. На трибунах малышей поддерживают их тренеры, воспитатели и, конечно же, родители. Ну да, для ребят это первый турнир такой большой, и они с удовольствием восприняли. Наверное, кто-то волнуется, кто-то, может быть, даже не спал всю ночь, я не знаю. Ну, я думаю, что это хороший опыт для них в соревнованиях, нервничать, подружиться, потолкаться, поиграть. И я думаю, что это замечательно, что такие соревнования есть. В этом году в турнире принимают участие 19 команд. Их разделили на 6 групп. Играют по круговой системе. Победители групп образуют золотой финал. Команды, занявшие вторые места – серебряный финал, а третьи места – бронзовый. Учитывая юный возраст футболистов, правила турнира довольно щадящие. Малыши играют два тайма по пять минут. Мяч у нас не уходит за пределы поля, мы не разыгрываем его из лицевой линии. Как они там об стену его пинают, об лавке пинают, но пока как во дворе играют. Ну а минимальные правила касаемо грубости, нарушений физических каких-то контактов. Ну и, соответственно, игры руками и игры, соответственно, в вратарской площади самим вратарево. Детский сад номер 8 «Улыбка» в турнире участвует уже третий год. В прошлом году они боролись в золотом кубке и заняли третье место по городу. В этом году в команде четыре ребенка и старший, и два из подготовительных групп. С наступлением теплой погоды малыши в садике играют в футбол ежедневно под четким руководством своего тренера. К соревнованию ребята подходят ответственно, немного волнуются и очень хотят победить. Знаете, и нравится, наверное, все-таки соревнование. То есть они шли, наверное, для них это очень важно. Для них это гордость, что отобрали именно их. Ну, они знают, что главное участие. Для них даже будет гордость в том, что они поучаствовали в этом турнире. Их даже не займут никакое место. Для нас тоже. Турнир в этом году посвящен десятилетию школы «Русатом». Игры продлятся до 17 мая включительно. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.